у нас есть четыре формы дохода и в каждом из этих элементов все что связано с увеличением доходов связано с увеличением уровня знаний как вам ребят такая перспектива вложенный капитал 1000 рублей финансовый результат который вы от этого можете получить 600000 сверху получите чистого дохода друзья всем привет на связи максим петров приветствую вас на канале макс капитал мы сегодня продолжаем ответ на самый часто встречающийся вопрос куда инвестировать 1000 рублей вот в этом видео мы говорили о том что такое форма дохода как он формируется из чего он формируется как его можно увеличивать сегодня поговорим о том куда же все-таки вкладывать тысячу рублей исходя из вот этих вот основополагающие знания которые были получены в рамках данного видео и здесь отвечая на данный вопрос можно говорить о том что мы вернемся давать еще раз резюмируя нас есть четыре формы дохода первое это заработная плата гонорар инвестиции собственный бизнес и в каждом из этих элементов все что связано с увеличением доходов связано с увеличением уровня знаний которым ты обладаешь стандартный ответ которые ждут люди а то есть вот действительно местом тысяч рублей из которой нам могу направлять на инвестиции что покупать на что покупать доллары покупать какие акции покупать может бытьите фс как сформировать им сонный портфель но давайте будем реально смотреть на на вещи с одной стороны есть хорошая поговорка копейка рубль бережет с другой стороны есть такой понятие как эффективность инвестиций эффективность инвестиций она оценивается как отдача на вложенный капитал то есть То есть сколько вы можете получить, опять-таки говоря, об инвестициях, как о форме дохода, то есть сколько вы можете получить взамен проданных денег. То есть если вы 1000 рублей разместите на депозите в банке, вы получите 4%, это 45 рублей в год. Вы можете 1000 рублей положить там в облигации, получить доходность 8%, да, там 7-8% это будет там 70-80 рублей в год. Вы можете прийти на фондовый рынок и на фондовом рынке, если мы говорим об умеренных инвестициях, не использовании плеч, потому что это все от лукавого. Как партнер у нас это называет, все блудом, спекуляции, плечи. То есть мы говорим о реальных долгосрочных инвестициях. Для американского рынка это целевая норма доходности порядка там 8-11% годовых. Для российского рынка это значение в районе 18-25% годовых. Если мы говорим, допустим, о проекте миллион долларов за 8 долларов в день, у нас здесь идет пока что целевая норма доходности в долларах порядка 17-18% в год. Если мы говорим о инвестициях в рублях, это порядка 25-30% в год. Окей, пусть это будет идеальный результат, пусть это будет 30% в год и тогда вы с 1000 рублей заработаете. 30% это 300 рублей, которые будут обложены по доходным налогам 13% государством. К бабке не ходи и, соответственно, это будет более низкая доходность. И вопрос отдачи от инвестиций. Давайте просто приведу некий такой хрестоматийный пример. То есть моя собственная история, связанная с тем, что у меня были банкротства по различным причинам. Там была и алчность, там была и жадность, там была и высокомерие. То есть причин на самом деле при большое количество было. Я хочу просто сказать о том, что я действительно уходил в ноль. Я уходил в минус. Но при этом каждый раз происходило восстановление дохода, потому что я использовал определенные ключи, определенные лайфхаки, которые с моим опытом непосредственно пришли. И вот одним из таких ключевых лайфхаков заключались в том, что я всегда понимал, что уровень моих компетенций, ну просто мне повезло на самом деле. Это кроме как везением я назвать не могу. Мне повезло в 2005 году, когда мне было 24 года, оказаться в компании, в которой ключевые менеджеры понимали, что основная ценность в компании, которая оказывает услуги, это люди. Это люди, которые оказывают эти услуги. То есть меня развивали и как работника, чтобы мое время было эффективным, меня в принципе развивали как человек, который получает гонорар. Потому что это был некий такой симбиоз. То есть у меня была фиксированная оплата, и так как это был некий такой отдел продаж, что соответственно была бонусная часть. И соответственно бонусная часть, она зависела в том числе от эффективности моей работы. Сколько человек привлеку, как я достигну результат, который нужно достичь непосредственно мне, насколько я эффективен буду, насколько будет высокая маржинальность. Из-за того, что собственники компании понимали эту необходимость, получалось так, что в промежуток с 2005 по 2012 год 7 лет компания ежегодно в развитии моих знаний, моих компетенций вкладывала порядка 4 тысяч долларов в год. Инвестиции были в различного рода тренинги и курсы. Только стоимость гонорара за обучение, не считая стоимости проезда на место обучения и проживания, до 10-15 тысяч долларов, когда я был уже руководителем воронежской филиалы, меня обучали как менеджера. И здесь для меня впервые стала понятна вот эта взаимосвязь, взаимозависимость того, насколько эффективны вложения в развитие знаний, в развитие обучения. Понятно стремление и желание, и в принципе вы находитесь на канале про инвестиции, чтобы я дал ответ на вопрос, куда же я все-таки в каждом месяце вкладываю тысячу. Мой опыт говорит о том, что самым лучшим ответом купите мозги. Купите мозги других людей, купите знания. Мы опять же говорили о том, что есть отношение твоего активного дохода к знаниям, которым обладаешь. Когда я был рядовым специалистом и компания вкладывала 4 тысячи долларов в год в мое развитие, у меня первоначальная заработная плата была 500 долларов в 2005 году в октябре месяце. В принципе это было неплохо для Казани, уже было неплохо для Казани. По итогам года в меня вложили 4 тысячи, но уже через год моя заработная плата была 1200 долларов, не считая бонусов, потому что просто элементарно выросла эффективность работы. Через 7 лет, когда я уходил с работы по найму, мой годовой доход равнялся порядка 300 тысяч рублей в месяц, это получается 3600, ну что-то в районе 100 тысяч долларов в год. Я это понял, я это прочувствовал, и когда меня спрашивают, куда вложить сейчас тысячу, ребят, мой ответ будет купите книжку Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент». Я обещал, кстати. Есть вот такая вот замечательная книжка Дэна Кеннеди «Жесткий тайм-менеджмент». На самом деле эта книжка позволит увеличить активный доход, я говорю сейчас об активном доходе, который может быть как в форме заработной платы, так и в форме гонорара, который вы получаете, как минимум в два раза по итогам года. Как вам, ребят, такая перспектива? Вот сейчас просто опять же я предлагаю, давайте вместе с вами сейчас сделаем упражнение, друзья. То есть, вот возьмите сейчас листочек и напишите, сколько вы зарабатываете. Ну, сколько у вас сейчас ежемесячный доход. А после этого представьте, что у вас через год в два раза больше. Ну, давайте сделаю гипотезу, пускай доход сейчас 50 тысяч рублей. Через год доход у вас будет 100 тысяч рублей. 100 тысяч умножить на 12, получаем миллион двести. Вложенный капитал 1000 рублей, финансовый результат, который вы от этого можете получить, ну, пускай 600 тысяч сверху вы получите, чистого дохода, да. То есть, у вас 50 и так, как бы было, вы его и так будете получать, да. Вот чистый финансовый результат, который вы получили, 600 тысяч. Опять-таки, работая по найму, вы должны понимать, что ценности, которые вы дадите работодателю, будут гораздо больше, чтобы получить такой доход. И тогда у меня возникает вопрос. Мы вложили 1000, сделали плюс 600. Пускай у вас доход не 50 тысяч, пускай у вас доход будет в два раза меньше, да. Ну, тогда не 600, а 300 тысяч. Но в этом случае посмотрите, как меняется ваша ситуация, как меняются ваши позиции в принципе. Во-первых, у вас увеличился активный доход. То есть, работать вы будете столько же, а получаю в два раза больше. Второе, когда вы находитесь в состоянии экономики, состоянии рецессии, состоянии падения реальных располагаемых доходов населения, то в случае, если вы выйдете на такую норму дохода, как на вас будет смотреть работодатель? Кого он в первую очередь будет увольнять? Человек, который ничего не сделал или остался на том же самом уровне? Или человек, который на своем месте стал в два раза более эффективным? У вас повышается таким образом безопасность, безопасность вашего активного дохода, который вы получаете. Третье, если эта система сработает, да, то вы понимаете, что она масштабируема. То есть, преимущество системы управления тайм-менеджментом и эффективностью заключается в том, что это можно повторять чуть ли не каждый год, удваивать. Я не хочу сейчас заходить в формулу сложного процента, в какую-то экспоненту. Ну, просто я могу сказать, что из последнего моего кризиса, когда мной лично было потеряно из-за нарушения параметров риск-менеджмента порядка 45 миллионов рублей, в случае при этом у меня были личные долги на сумму порядка 15-20 миллионов рублей. То есть, ситуация, которая позволила лично мне в течение двух лет полностью восстановиться от этих потерь, книжка стоимостью 1000 рублей. И это на самом деле то, это вот насколько уровень знаний, которые мы покупаем, и качество знаний, которые мы покупаем, важно. Это ситуация, которая, допустим, позволила, несмотря на то, что я находился в кризисе, это все равно позволило мне сделать выбор в отношении того, чтобы был использовать такси или использовать водителя личного. В кризисе денег нету, а я использую водителя. Ситуация, когда я в любом случае, в какой бы сложной ситуации ни был, имея четырех детей, я никогда не отказывался от няни, она практически всегда была. Когда вы просто оцениваете стоимость своего времени, минуту своего времени, не нужны никакие тренинги по эффективному тайм-менеджменту, не нужно никакого времени по чтению какой-то другой альтернативной литературы. Я не то, что продаю вам эту книгу, да, ребят. Я говорю сейчас с позиции отдачи на вложенный капитал. И самое главное, этот капитал у вас никто не сможет забрать. Это не будет запрета на покупку иностранных ценных бумаг через иностранных брокеров. Это не будет история, связанная с тем, что вы владеете активами, и вдруг эти активы начинают облагать более высоким налогом. Это всегда будет с вами вещь, которая позволяет, в принципе, иметь мобильность, безопасность и свободу. И инструмент, который позволяет, в принципе, увеличить активный доход. На мой взгляд, я ответил полностью на вопрос, куда вложить тысячу рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая книга спасла именно вас. Требуется ли с моей стороны список из книг, которые бы я рекомендовал прочитать, людям-инвесторам, людям, которые стремятся увеличить свой активный доход в бизнесе, в инвестициях, в тайм-менеджменте. Какие тренинги или курсы, каких конкретно людей, специалистов я бы рекомендовал для того, чтобы к ним обратиться, пройти у них обучение с целью повышения как активного уровня дохода, так и эффективности своих долгосрочных инвестиций. Мне будет полезно получить данные и комментарии, ответить их. И самое главное, я думаю, что я в любом случае запишу по итогам этих комментариев видео. И здесь, наверное, моя рекомендация подписаться на канал, чтобы не пропустить видео, где такие, что называется, лайфхаки, книжки, контакты будут собраны для того, чтобы увеличить свой активный, так и инвестиционный доход. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.